Всем привет! С вами снова Александр, интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня хочу поговорить с вами о модели Lenovo A60+. Это бюджетный китаец, поставщик нам высылает регулярно такие модели, чтобы были и дорогие, и недорогие модели в ассортименте. Вот так вот выглядит этот смартфон. Он имеет всего 3,5 дюймов дисплей, довольно-таки интересный корпус и очень-очень скромные технические характеристики. Вот такая вот коробка заводская. Работает данная модель на процессоре MTK6575. Это одноядерный процессор. Android 2.3.6. Работает он с 3G-карточками стандарта WCDMA и GSM-овские карточки, само собой. Частота процессора этого 1 ГГц. В общем, вот такая вот коробка. В комплекте, в общем, ничего такого особенного нет. А сейчас тут лежит только переходничок. Вот такой вот. В комплекте поставляется вот такая вот зарядка. В данном случае вы видите зарядку, уже адаптированную под нашу розетку. Иногда с этим смартфоном бывает беленькая зарядка, для которой нужен непосредственно вот тот переходник, который я вам показывал. Ну и стандартный USB кабель. Перейдем непосредственно к внешнему виду нашего смартфона. Это вполне себе простой Lenovo. 3,5 дюймов экран. Три сенсорных кнопки. Меню домой, назад. Сверху у нас логотип Lenovo. Динамик. Датчик освещения. Датчик приближения. Экран покрыт стеклом. Корпус у нас выполнен из пластика. Сзади вот такая вот рифленая крышка, на которой практически не остаются отпечатки пальцев. Тоже есть логотип Lenovo. Камера. Решетка под динамик. Сверху разъем под наушники. Кнопка включения и выключения. С этого бока качелька громкости. Здесь нет ничего. Снизу микрофон. Вот он. И разъем под микро-USB. Под аккумулятором, точнее под крышкой, у нас есть аккумулятор на 1500 мАч. Есть две стандартных больших симки. WCDMA и GSM. И просто GSM. И слот под microSD карточку. Вот такой вот динамик. Вот такая вот камера. Сам корпус данной модели собран в принципе хорошо. Здесь нет никаких люфтов. Никаких вот таких вот щелей. Все собрано хорошо. Единственное, что вот когда так вот делаешь эту крышку, она вот немножко, скажем так, на полмиллиметра ходит туда-сюда. Значит, прошивка здесь русифицированная. Здесь 2.3.6 Android. Давайте с самого начала начнем с технических характеристик данного девайса. И посмотрим их через программку Antutu. В Antutu набирает Lenovo A60 Plus порядка 4000 баллов. Да, довольно-таки долго загружается. Все благодаря тому, что 512, точнее 512 оперативной памяти. Наоборот, 512 встроенной памяти, 256 мегабайт оперативной. MTK6575 процессор, 1 ГГц. Плюс ко всему тупит еще из-за того, что я его только-только что включил. То есть он прогружает все свои процессы. Около 4000 баллов набирает вот эта вот модель. Вот это вы и видите. Обращаю ваше внимание на то, что сразу же с прошивкой у этой модели все хорошо. Единственное, что смартфон не хочет работать с 3D графикой. Он и в Antutu этот тест не учитывает. Он набирает 0 баллов. И 3D игры он не запускает. Несмотря на то, что процессор 6575. Трехмегапиксельная основная камера. Вот вы видите оперативную память 256. Память устройства тут 512. Но доступно довольно-таки мало. Доступно где-то 150 мегабайт. Карта памяти у меня стоит на 16 гиг. Интересно, что Antutu показывает нам MTK6573. И одноядерный. Но не показывает частоту процессора. Я проверял сторонним софтом, сторонними программами. Например, CPU. Показывает действительно MTK6575. И действительно рабочую частоту 1 ГГц. Плюс ко всему, подтверждением того, что здесь именно 6575 является вот этот графический ускоритель. AGX 531. Разрешение экрана 480 на 320. Естественно, здесь TFT-матрица. Ни о каком IPS здесь речи не идет. Меня просили, очень просили, чтобы я примерно называл цену смартфона. Ну, у нас в Украине этот смартфон будет продаваться в таком диапазоне 60-70 долларов примерно. Так, давайте посмотрим количество точек касания на этом. Тут их всего два. Экран у нас в принципе за эти деньги довольно-таки нормальный экран. Битых пикселей каких-то я здесь не увидел. Углы обзора чуть-чуть позже покажу вам. Кстати, вот у меня установлен CPU-Z. И вот можно будет посмотреть. MTK6575. Частота процессора. Здесь не указано. Естественно, здесь есть акселерометр в этой модели. Обращаю ваше внимание на то, что в прошивке есть рабочий плей-маркет, который прогружает, с него можно закачивать игры, с него можно делать что угодно. Основных таких датчиков в этой модели тут нечего показывать. Это есть датчик приближения, датчик освещения. То есть, во время разговора по телефону эта функция как бы будет работать. То есть, он будет тушиться. По поводу вообще прошивки. Прошивка русскоязычная. Как я уже говорил, плей-маркет есть. Все основные настройки на русском языке. Точнее, здесь вы английского софта не увидите вообще. 2, 3, 6 Android. Стандартно. То есть, здесь есть виджеты, встроенные для аккумулятора. По поводу памяти. Хоть своей памяти у него не так уж и много, но отлично смартфон работает с внешней картой памяти. То есть, вот эти вот 16 гига, которые я ему поставил, ему, в принципе, этого хватает. Единственное, что само по себе, своей памяти ему, ну, довольно-таки мало, будем говорить откровенно. Даже на экзешные файлы. То есть, на сами файлы для установки. То есть, вот, например, Angry Birds, он весит 40 мегабайт. Но на телефоне лежит всего 4 мегабайта. Все остальное лежит на карте памяти. Ладно, идем дальше. Здесь есть также меню быстрого запуска. Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Здесь это все есть. По поводу экрана. Экран здесь TFT-шный. То есть, здесь это не IPS-матрица. Обращаю ваше внимание на то, что углы обзора, в принципе, нормального. У этого экрана для такой стоимости. Углы обзора нормальные вот так вот. Углы обзора нормальные вот так вот. И вот так вот тоже хорошие. Но как только мы переворачиваем экран вот в такое положение, то сразу же картинка уходит в негатив. И, в принципе, сейчас я вам это продемонстрирую. Видите, да, что происходит? Тут все в порядке, тут все в порядке, тут все в порядке. А вот так вот он уходит в негатив. Вот такой вот экран. Так, по поводу производительности. Что, с чем справляется этот смартфон? Естественно, смартфон справляется с YouTube-приложением. То есть, можно просматривать видео через интернет, потоковое видео, через Wi-Fi подключенное. Тут все супер. Видео, которое я закачивал на карту памяти, вот, например, 720p, 1080p, вот MX Player, он его не запускает. Это все видео запускает MKV Player. Вот этот вот, в принципе, 720p, он достаточно хорошо воспроизводит со звуком, с видео, все как полагается. Ну, конечно же, для такого... Вот немножко подтупливает. Конечно же, для такого экрана, тут не нужны эти 720p, можно закачивать самые простые разрешения и можно наслаждаться смотреть. По поводу звука. Внешний звук очень громкий. Звук в наушниках, в принципе, для меня вообще идеальный. Не могу я придраться. С хорошими наушниками звучат композиции очень интересно, с басами, чисто. То есть, по звуку никаких нареканий. Идем дальше. Я так не зацикливаюсь на каких-то мелочах в этом смартфоне, потому что тут особо как бы ни о чем рассказывать, ничем выдающимся этот смартфон не выделяется, а поэтому очень так кратенько и бегло. По поводу аккумулятора. Я, как всегда, тестирую аккумулятор. В моделях с таким Android мне немножко некомфортно его тестировать, так как неудобно делать эти скрины. Я тестировал его в программке Antutu Tester. Как вы можете видеть, со 100% до 28%. У меня был последний процент. Не знаю, почему сбросилось. Обычно оно до 15-19 доходит. Вот он у меня набрал 500 баллов. Если бы он прошел, прогнал полный тест до 15-19%, то аккумулятор бы показал бы 600 баллов. Я вам скажу, что это результат на 2-3 рабочих дня, скажем так, в умеренном пользовании. Что еще? Естественно, хотел показать вам GPS. GPS устанавливается. Устанавливаются карты Navitel. Тестил я и в GPS-тест программке, и в Navitel. Спутники ловят. Ловят довольно-таки быстро после первого нормального рабочего старта. Потом ловят нормально. То есть, даже таким дешевым телефоном, дешевым смартфоном можно пользоваться. Что запускается из игрушек? Из игрушек здесь не запускаются какие-то серьезные игры. Они устанавливаются. Modern Combat 4 устанавливается. Most Wanted устанавливается. Most Wanted даже запускается на пару секунд. Но, видимо, что-то то ли с прошивкой, то ли с самим смартфоном. Но с самим смартфоном этого не может быть, потому что на этом же процессоре те же модели, как Zopo ZP100, идут все игры. То есть, они все запускаются. То есть, скорее всего, нужно подбирать прошивку более, скажем так, рабочую. Но это не так просто, я вам хочу сказать, для этой модели. Поэтому, вот такие вот игры, как Angry Birds и подобные маленькие, нетребовательные, оно все запускается. Но могу вам продемонстрировать, просто чтобы вы увидели это. Естественно, это все очень долго прогружается. 256 МБ. Но не стоит забывать, что телефон будет стоить 60-70 долларов в Украине из наличия полноценный смартфон на Андроиде. Плюс, две симки, рабочий GPS, естественно, Wi-Fi, Bluetooth. Мульти-тач работает. Камера. Если говорить о камере, можно о ней практически и не говорить. Здесь заявлено 3 Мп. Нет здесь ни вспышки, ни автофокуса. То есть, камера такая мыльная. Ну, стандартно, как любой другой, в принципе, такой бюджетный смартфон. Поэтому тут даже говорить не о чем. В целом, можно подводить итог. Если вам нужен надежный смартфон, который не будет ломаться. Напоминаю, что Lenovo одни из самых надежных. Нужен смартфон на две симки. Иногда будете пользоваться GPS. Не требовательны вы к экрану. То есть, не собираетесь играть особо в игрушки. Не собираетесь особо смотреть фильмы. То есть, просто рабочая лошадка с нормальным аккумулятором, с двумя сим-картами, с рабочим GPS для машины. И небольшой размер. При этом, ограниченный бюджет. Вот это ваша модель. Имейте это в виду. На этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, критикуйте. Ставьте лайки. Вот такие вот негативные. Это все равно результат. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok